На библейский портал Акзигет поступил вопрос, почему говорят, если живешь без бед, значит Богом забыт. Есть такое выражение, если направил свои стопы ко Господу, приготовься к великим искушениям. В Деянистых Апостолах есть такая строчка, что многими скорбями надлежит в нити Царствия Божия. Но на самом деле, я думаю, что это не потому, что беды должны валиться на всех, кто идет в церковь или кто идет к Богу. Я думаю, что все зависит больше не от скорбей, бед и Бога, и тех обстоятельств, которые в них происходят, а от степени их восприятия. Многие люди и дождь воспринимают как проблему и беду, а кто-то радуется. Вы знаете, муха, она на лугу ищет не то, что пчела. Пчела почему-то мед собирает, хотя луг-то один, у каждого свои какие-то потребности. Поэтому я думаю, что зависит, наверное, от самого человека. Если человек понимает, что на все воля Божия, и понимает, что все обстоятельства, которые вокруг него происходят, служат его спасению, и они ему на пользу, то никакое обстоятельство не будет восприниматься им как трагедия. Ни то, что мы теряем людей ближних своих, ни какие-то болезни, скорби, печали, не будут восприниматься как какая-то трагедия. Все на свете проходит. Все на свете проходит, даже сама жизнь. Она проходит, но это тоже не трагедия. Поэтому я думаю, беда — это необязательное составляющее движение к Богу. Совсем не обязательно. Но если это происходит, надо понимать, что таблетки иногда бывают горькими, а иногда бывают очень горькими. Но это все равно таблетки, потому что каждая таблетка и каждая проблема, каждая беда, каждое сложное обстоятельство жизни нас чему-то научает и дает нам возможность вырасти и получить некий уровень повыше в своем образовании, в своей жизни и в своем движении к Богу. Если мы за это благодарим Бога, значит, мы проходим на следующий уровень. А если ропчим, унываем и печалимся, значит, получаем двойку и будем переиздавать экзамен. Вот так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.